Рядом с детской поликлиникой номер 3, что на перекрестке улиц Полины Осипенко и Чкалово в Чите редко бывают незанятые парковочные места. Вот и 3 марта улица по обе стороны сплошь была заставлена машинами. Ася Жарикова с 5-летней дочерью торопилась, как могла, у ребенка который день температура 38. Нужно было срочно сдать анализы. Свою машину женщина бросила на первом свободном пятачке через дорогу от поликлиники. А когда вернулась, застал автомобиль в висящем воздухе над эвакуатором. Вот этот знак «Остановка запрещена» и изображение эвакуатора. Рядом Читинка Ася Жарикова сначала не заметила. Но когда сотрудники ГИБДД указали на нарушение, она полностью признала свою вину, готова была оплатить штраф и просила только об одном – войти в положение. Но стражи порядка были непреклонны. Во-первых, он мне не представлялся. То есть он не сказал, кто он. У меня документы вообще не спросил. То есть когда я начала ему говорить, что это моя машина, он, ну, ваши, да ваши, и все, как-то никаких вопросов. Я просто умоляю. Ребенок стоит, плачет. Бесполезно. Я когда ему сказала, что вот у меня в руках документы были, только снимок был, он посмотрел, только начал говорить, что у него ребенок тоже болеет дома, лежит, жена в больнице сейчас лежит. То есть начал свою ситуацию мне обсказывать, что у него такие семейные проблемы. Славам женщины, она просила полицейских хотя бы вызвать ей такси. Свой мобильник она забыла дома. Но и на эту просьбу полицейский ответил отказом. Масю Жарикову выручила случайная очевидеца случившегося, которая и подвезла мать с ребенком. Узбесил тот факт не то, что, например, там полторы штрафа за эвакуатор и 750 штрафа за стоянку. Это не столь важно было, сколько вот важно было то, что вот беспомощность. Просто серьезные мужики, можно сказать, стоят на тебя, смотрят. И вот ты стоишь перед ними, оправдываешься, там просишь, умоляю. Бесполезно. Нет. Вот даже вот как-то, как смотрят ни на что. В Краевой полиции ситуацию прокомментировали так. Стражи порядка действовали строго по закону. После того, как составлен протокол и вызван эвакуатор, умолять бессмысленно. К тому же ни в одном служебном регламенте не прописано, что полицейский обязан вызывать такси нарушителям правил дорожного движения. У нас очень много жизненных ситуаций, особенно связанных со спасением людей, оказания им медицинской помощи, в ходе которых автовладельцы вынуждены нарушить правила дорожного движения. Но, к сожалению, такого права, правила дорожного движения им не предоставляют. Возможно, может быть, ей бы и пошли навстречу, если бы она вышла, когда полицейские подъехали к автомобилю. Но когда протокол уже составлен, уничтожить его уже невозможно. Но, как известно, одно дело буква закона и совсем другое человеческие отношения. Оставить беспомощную женщину с больным ребенком на улице, как минимум не по-мужски. Ася Жарикова намерена добиваться справедливости и уже в ближайшие дни пойдет на личный прием к начальнику ГИБДД края. Мария Машанова, Евгений Погорел, Николай Шунков, ЗАПТВ.